Доброе утро, друзья! С вами Гульнара Махмутова. Деловой завтрак. Департамент продовольствия пригласил нас в кафе «Лес». Поговорить о красоте и романтике полетов к нам пришел пилот вертолета Эдуард Гайнулин. Эдуард, доброе утро! Скажите, пожалуйста, пилот – это профессия или призвание? Это, скорее всего, призвание. Но к призванию нужно дойти. Профессия пилота, вертолета или самолета – очень тяжелая она и требует не только умственных, но и физических нагрузок. Эдуард, нам на завтрак пришли старшеклассники города. У них масса вопросов к вам. Послушаем. Почему вы решили стать именно пилотом? Любой мальчишка мечтает все-таки полететь в космос. Так же смотрел, как Юрий Гагарин летел в космос. Я стал прыгать на парашютах. У меня 45 прыжков. И, видать, вот эти 2-3 года я посвятил в детстве этим прыжкам. Завлекло меня небо. И после этого я решил стать пилотом вертолета. Ваш самый незабываемый полет? Самый незабываемый полет – это на вертолете Ми-2, когда я вылетал самостоятельно. Это курсант. Это был 1993 год. И первый самостоятельный вылет. Ты не понимаешь, что происходит с тобой, но тебе очень интересно. Ты знаешь, ты подготовлен на земле теоретически, практически. В кабине отработаны все навыки и умения. И ты начинаешь самостоятельно летать. С тобой с правой стороны сидит такой же курсант, и ты полетел. Вот это чувство незабываемого никогда. Присутствует ли во время работы некое волнение? И как вы с ним справляетесь? Волнение, вы знаете, оно всегда присутствует. Во-первых, это домашние проблемы. И эти все проблемы, которые остаются, придя на работу, они должны оставаться сзади. Ты приходишь на работу, ты готовишься. И ни о чем не думаешь, только о безопасности полетов и только о выполнении полетов. Почему вы выбрали именно вертолет, а не самолет? Когда приходят моменты выбирать, либо самолет, либо вертолет, так получилось, что я хотел стать самолетом. И поступал в Балашовское летное училище военное. Но придя в военкомат, мне сказали, что у меня зрение 0,9 показывает, вместо единицы. Поэтому мне сказали, езжай в вертолетное, там ты поступишь. Но придя в вертолетное училище, проходя медицинский осмотр, мне сказали, что у тебя все хорошо, единица, и пожалуйста, летай на вертолетах. Вот у меня единица до сих пор, и я летаю на вертолетах. Как много сил и времени отнимает твоя профессия, и остается ли время на спорт? Я хотел бы вам сказать, что спорт – это одна из всей моей жизни, которую я посвятил в детстве. В детстве я увлекался борьбой и получил звание кандидата мастера спорта по борьбе. Затем я играл в первой лиге дивизиона по футболу год или полтора. И сейчас увлекаюсь футболом до сих пор. Борьбой сейчас не занимаюсь, лыжи люблю. Но вообще физическая подготовка и спорт – это для пилота, это важно. Как спортсмен, как человек, который ведет здоровый образ жизни, наверняка вы следите за правильным питанием. Я хотела пригласить вас к завтраку, поскольку Департамент продовольствия приготовил нам вкусный и полезный завтрак. Надо бы подкрепиться перед началом нового трудового дня. Всем приятного аппетита! Наш здоровый завтрак подошел к концу. Эдуард, спасибо большое, что уделили нам время. Желаем нашим старшеклассникам отличных оценок, а телезрителям хорошего дня. До свидания.